Всем привет! Сравнение смартфонов Asus Zenfone 4 ZE554KL и Apple iPhone 6s. Давайте начнем с сравнения их стоимости. Они стоят сейчас примерно одинаковые деньги. Это 470-480 долларов за 64 гигабайтную версию iPhone 6s и 64 гигабайтную версию Asus Zenfone 4. То есть по стоимости они примерно одинаковые, там плюс-минус 20 долларов. Думаю, можно найти в разных интернет-магазинах, так чтобы была вообще одинаковая стоимость. Теперь давайте поговорим о внешнем виде. Начнем с Asus Zenfone. Это материалы корпуса, стекло и металл, спереди и сзади закаленное стекло и окантовка металлическая. На передней части 5,5 дюйма дисплей, 3 сенсорные кнопки для управления и датчика отпечатка пальцев. То есть кнопка Home служит одновременно еще датчиком отпечатка пальцев. Над экраном фронтальная камера, разговоры на динамики и датчики приближения освещения. Слева слот для двух nanoSIM карточек и одной microSD карточки. Но это комбинированный слот, то есть мы должны выбрать, что мы хотим использовать. Одну nanoSIM и microSD или две nanoSIM. Учитывая того, что памяти 64 гигабайта, то спокойно можно использовать и две nanoSIM. Справа кнопка включения и кнопки регулировки громкости. Сверху дополнительный микрофон. Снизу порт USB Type-C, джек для наушников и прорезь для динамика, а также микрофон. Сзади двойная камера и двойная LED-спышка. В общем, видите, что устройство выглядит очень круто, интересный цвет, очень удобно лежит в руке, дорого и выглядит тоже отлично. Теперь у iPhone 6s цельнометаллический корпус. Сзади камера, двойная LED-спышка и дополнительный микрофон. На передней части 4,7 дюйма дисплей, одна механическая кнопка Home, которая также служит датчиком отпечатка пальцев. Над экраном фронтальная камера, датчики приближения и освещения и разговорный динамик. Сверху нет ничего. Снизу порт лайтинг, динамик, микрофон и джек для наушников. Слева кнопки рулера к громкости и ползунок для перехода в беззвучный режим. Справа кнопка включения и слот для одной нано-сим-карточки. То есть тут сразу преимущество у Asus, потому что он и на microSD-карточку, и, кроме того, можно использовать на две сим-карты. Вот. Ну, давайте теперь сравним их по внешнему виду и габаритам. Видите, насколько габаритнее Asus. Вот. Высоту он 155 мм. Сейчас я посмотрю, сколько у iPhone. Чтобы точно. iPhone 6s в высоту 138 мм. То есть почти 2 см разница с ним у них по высоте. По ширине они соотносятся вот так. И толщина 7,5 мм у Asus и 7,1 мм у iPhone. iPhone чуть тоньше. С этим разобрались. И давайте включим устройство. Сделаем это одновременно. Посмотрим, кто быстрее загрузится. Что касается комплектаций, то комплектация у iPhone 6s это зарядка. То есть кабель, лайтинг, блочок, питание, наушники. Наушники хорошие, лучше, чем у Asus. А комплектация у Asus это также зарядка, блочок, кабель и наушники. Но наушники похуже, чем у iPhone. Но при этом еще в комплекте идет такой вот защитный чехол. iPhone загрузился чуть быстрее, где-то на секунду может быть. Ну примерно одинаково они включились. Так, пустимка пока будет заблокирована. Вот, яркости нужно добавить. И выключить автояркость. И сделать максимальную яркость на Asus. Асус, теперь давайте поговорим о экранах. Начнем с Apple iPhone 6s. 4,7 дюйма. Retina HD разрешение. 750 на 1303 за 4 точки. Вот это IPS дисплей. У Asus это дисплей 5,5 дюймов. Full HD разрешение. 1920 на 1080 точек. Экран чуть получше у Asus. И Super IPS матрица. Super IPS+. Поддержит 10 точек касания. И закаленное защитное стекло. Что там, что там. Вот. В меню все работает отлично. Давайте теперь перейдем к сравнению. В синтетическом тесте Antutu Batchmark. Посмотрим какие результаты набрали устройство. 133 тысячи iPhone 6s и 70 тысяч Asus. Инфа. Процессор восьмиядерный у Asus от Qualcomm Snapdragon 630. 4 плюс 4. Первая более мощная 4 ядра. Работа на тактной частоте 2,2 ГГц. И 4 более слабых на 1,9 ГГц. Видеоускоритель Adreno 508. 4 ГБ оперативки. 64 ГБ встроенной памяти. У iPhone 6s 2 ГБ оперативки. 64 в данной модели встроенной памяти. Также доступен еще на 16, 32 и 128 ГБ. Процессор Apple A9. Это двухъядерный 64-битный процессор, который работает на тактовой частоте 1,8 ГГц. Мы видим, что в тестах в Antutu бетчмарке сильнее iPhone. Чуть меньше, чем в два раза. Ну, давайте теперь смотреть по факту. Например, по скорости загрузки интернет-страничек. Давайте перейдем на сайт Apple.com. Сделаем это одновременно. 6s загрузил быстрее. По зумингу отлично на обеих устройствах. По скроллингу то же самое. Что там, что там, быстро. Идем на эту ссылку. iPhone сейчас цель загружает быстрее. Asus догоняет. Следующая. Давайте Asus.com. Надеюсь, такой. Asus.ua. Вот, отлично. 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 Один и тот же сайт. iPhone зумит на Asus.ua. Чуть другая версия, похоже. Что они зумятся. Ну, и выглядят одинаково. Давайте теперь вот посюда. Asus ZenBook Pro. И видите, 6s и тут тоже загрузил страничку быстрее. В общем, работает в интернете быстрее iPhone 6s. И теперь идем дальше. Игровой тест. Откроем GDAS Andres для этого теста. Посмотрим, как игры работают на устройствах. Как я уже показывал в игровом тесте GDAS Andres на Asus. Кто смотрел, тот знает, как работает игра. Она работает идеально на максимальных настройках графики. Сейчас я вам покажу, что стоит в максимальной уровне графики. Видите, все на максимум. И давайте продолжим игру. То же самое сделаем на iPhone 6s. Ну, для начала посмотрим, как на Asus. На iPhone графика не регулируется. На Asus регулируется. И видите, что все работает круто. На максимальной графике много сейчас машин. Быстро едем. И не подтормаживает игра. Это здорово. Это при том, что сразу по умолчанию идет средний уровень. Но при этом можно играть на любом уровне. Хоть на максимальном, хоть на среднем. Игра тормаживать не будет. Ок. Так, тут у нас по графике тоже высокий уровень. И тоже игра работает без глюка флагов. Так, какую-то машину было бы хорошо взять. Вот, отлично. Чуть-чуть подъездить. В общем, на iPhone аналогичная ситуация. Без проблем работает. Без глюков флагов. И с играми ситуация будет примерно одинаковая. Что там, что там. Все тяжелые игрушки запустятся на высокой графике. И будут работать без глюков флагов. Кто смотрел тест игр на Asus. Кто знает, что 4 из 4 игр, которые я запускал, работали отлично на устройстве. И теперь давайте поговорим о камерах. Включили камеры. Сейчас я подсмотрю, какая камера у Asus. Там она двойная. Основная камера двойная. 12 плюс 8 мегапикселей. Фронтальная камера 8 мегапикселей. У iPhone 6s 5 мегапикселей. Фронтальная. Основная 12 мегапикселей. И давайте теперь сравним эти снимки. В сравнении я выведу их на экран. И вы сейчас сможете их оценить. Смотрите продолжение в следующей серии. И конечно же скажу про автономность устройств. У Asus батарейка 3300 мАч. iPhone 6s батарейка 1715 мАч. Но за счет хорошей оптимизации. Батарейка как бы небольшая. Но за счет хорошей оптимизации работает нормально. Но если говорить в сравнении. То у Asus ситуация лучше. Она работает где-то на 30% дольше. Чем iPhone 6s. То есть Asus может хватить и на полтора дня. А iPhone как бы вы не старались. То с утра до вечера. И на ночь вы ставите на зарядку. Это практически всегда. То есть тут средний показатель вообще по смартфонам. Стандартный. А на Asus чуть-чуть лучше ситуация. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Oil. Комментируйте. Ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.